Ну что ж, Казахстан таки обложил дополнительно налогом майнеров и их фермы. Если мы говорим за сталкер второй, то его цена может составлять 2500 рублей и вплоть до тридцатки. Да, волатильность такая же, как в криптовалюте. И кстати, если мы говорим за крипту, то сообщаю, что эфириум потерял за июнь более 200 миллионов долларов. Солют, пипл, с вами Хьюман. И есть один майнер, и естественно, глоточек за вас вкусной информации. Погнали. Итак, ребятки, 90% ферм, я думаю, вы уже в курсе, в Китае отключены. И они либо мигрировали, либо не работают. Ну а оставшиеся 10% пытаются наверняка работать по стелсу. Ну, видимо, энергопотребление у них не настолько высокое, для того, чтобы их прям сразу же спалили. Ну, в смысле, не сожгли, а обнаружили. Ну а тем, кто все-таки пытался уехать из Китая, им нужно было понимать куда. Потому что здесь есть критерии, которые важны для майнинга и фермы в частности. Во-первых, это достаточное количество ресурсов в государстве. Ну, в данном случае, электричество. Второе, это развитая инфраструктура. Иначе оказаться, скажем так, посреди поля, посреди пустыни, мало кто захочет. Ну и третье, если не самое главное, это, естественно, отсутствие, как такового понятия, гонения майнинга, майнеров и все в этом взятое. Именно по этим причинам выбор пал у нас на три страны. США, Канада и Казахстан. В итоге, крайняя страна чуть ли не с распростертыми руками принимала всех китайских майнеров и фермы и так далее. Ну и, естественно, это же халявный кусок бабок. Ну, собственно, и Китаю было приятно. Во-первых, изначально по ценовой политике. Во-вторых, собственно, иммиграция не так уж далеко. Соседняя страна. За карго не нужно так думать. Ну, если мы сравним с тем же США или с той же Канадой, да, перемещение все-таки окажется и длительней, и, скорее всего, затратней. Но оказалось все немножко не так сладко, потому что законодательство как-то очень быстренько пофиксили. И получается, что теперь есть дополнительный налог на саму систему майнинга 1 ТНГ. Это 0,17 рублей. И, кстати, я молчу вообще за энергопотребление и расчетную часть непосредственно в самом Казахстане. Там есть такая фишечка, что в одних регионах у нас оно может стоить до 5 ТНГ за 1 кВт в час, а в некоторых районах 17. Так что вполне разумно предположить, что все восточные майнеры захотят обосноваться в тех регионах, где, естественно, цена на электричество пониже. Короче говоря, поглядим, что из этого получится, потому что компромисс здесь явно обязателен. Это выгодно что одной стране, что другой. Мне почему-то кажется даже, что выгоню это Казахстану. Потому что есть альтернативные государства, которые тоже наверняка с распростертыми руками примут дополнительных майнеров. Это все денюжки. Но мы двигаемся далее. Второй сталкер уже успел нашуметь где только можно. Причем в позитивном включе и особенно в странах СНГ. Правда, можно в принципе сказать так, что не обошлось и без минусов. Я думаю, уже ни для кого не секрет то, что после анонса второго сталкера «Сердце Чернобыля» Стим сошел с ума, в частности СНГшный. Сталкер сразу же вышел на первое место по предзаказам в Стиме. Обошел ряд множества игр. Даже батлу 2040... 27... Ну, короче, вы поняли. Но смысл в том, что сейчас разброс ценников нереально дещайший. То есть начиная от 2,5 тысяч рублей доходя до 30 тысяч рублей. Но на самом деле градация в принципе здесь простая. Потому что у нас есть три вариации издания. По-моему, даже будет доступно четыре. Но пока что есть три. Поэтому я предлагаю вам кратенько просмотреть эти издания, для того, чтобы вы поняли, если вы будете их покупать, за что вы собираетесь отдать свои кровные денюжки. Итак, первое у нас стандартное издание. Естественно, в него входит игра, стикеры, коллекционный пропуск в зону, стилбук для физической копии игры и письмо от самой GCS Game World, ну, то бишь разработчики. Все это за 2,5 тысячи рублей. Второе издание коллекционное. Сюда, естественно, входят предметы из прошлого набора, а также стилбук с видоизмененным дизайном, нашивки разных организаций, жетоны, брелоки с мультитулом, постер, карта зоны и фигурка сталкера, держащего в руках артефакт. За это же вам придется отдать свои 15,5 тысяч рублей. Ну и третья вариация... Да что ж такое. Ну и третья вариация издания ультимативная. Входит все то, что входит в первые две вариации, плюс полноценный рюкзак и контейнер-лампа с артефактами. Все это вам обойдется уже в 30 кусков, то есть да, в 2 раза больше, чем предыдущее издание. Но вот правда, если вы все-таки фанат, то, к сожалению, именно данного издания сейчас в наличии нет. Ну, как бы не переживайте, это обычная ситуация всегда, когда вот есть такие, скажем так, издания, где очень много физического какого-то товара, его очень обычно мало. Оно лимитировано, плюс еще маркетинговый ход нужно сделать для того, чтобы люди там, ой, я хочу, я хочу, а его нет. Ну, я даже отдам повышенную какую-то стоимость за все это, потому что это же, ну это же лимитировано. Ну, короче, обычная ситуация. Ну, и, кстати, напишите свое мнение, как вы считаете, это все-таки дорого, особенно для пространства СНГ, ну потому что фанатская база в основном здесь пока что находится. Либо же адекватный, и, собственно, как бы, тут, наверное, вопрос даже не денег. Фанат есть фанат, и как бы отдаст даже эти 30 тысяч рублей. С другой стороны, конечно, не совсем тактично так рассматривать, но, тем не менее, у нас есть уже понятие такое, как геймпасс. Сталкер в 22-м году выходит, и там он тоже будет в геймпассе. Да, естественно, мы сейчас говорим с вами за стандартные издания, за конкретно игру, без всяких физических плюшек и так далее. Но, тем не менее, мне кажется, дешевле, если прям совсем экономить, сыграть в геймпассе. Ну, ладно, тут выбор уже на вас, двигаемся далее. За весь июнь из эфира выкачали 257 миллионов долларов. Бедные хомяки. Ребят, сразу расставляем точки над И. Я надеюсь, что вы понимаете, если нет, объясняю, что криптовалюта это нечто немагическое. Все то, что происходит непосредственно с капитализацией, то есть растет оно или падает, это не воля случая. Это четкая работа китов, ну, так называемых инвестиционных мастодонтов, которые либо вливают туда бабки, либо забирают. Все. Если вы считаете, что сам пост Илона Маска в Твиттере имеет какое-то значение, или же, допустим, когда Китай закрывает предприятие, вы глубоко ошибаетесь. Если закрылось предприятие, допустим, капитал оттуда не вывели. Да, там немножко, конечно, влияет в плане добычи и так далее, сложности сети, но это все мелочи. Естественно, то же самое касается Твитта Маска. Если он что-то написал в Твиттере, вот так ничего не происходит. То есть денежки должны вывести, и вы должны понимать, что, скорее всего, я уверен на 99%, но, опять же, я могу ошибаться, это только мое мнение, что все заранее спланировано и оговорено. Ну, и о ней об этом, возвращаемся к нашей теме. Всем этим мероприятием правят киты. Сейчас мы видим, что биток и эфир снова растут. Значит, денежки крутятся. И вот, нам прилетает новость от бизнес-инсайдера, в котором говорится, что эфириум сейчас, ну так, сильно колотит от одного берега к другому. И я не говорю сейчас с вами по поводу волатильности самого курса. Я говорю непосредственно за капиталовложение. В перспективе, когда вот сейчас очень много выводит денег из него, фиата, ну, это может сыграть злую шутку со многими, со многими людьми. На той же прошлой неделе, ну, опять же, смотря, когда вы смотрите этот ролик, в 20-х числах июня, короче говоря, с эфира вывели примерно 50 миллионов долларов. Чтобы вы понимали, за весь цикл подобное происшествие было только в 15-м году. Чтобы вот так вот, прям за короткий срок вывели такую сумму. И на этом тоже не все. За весь июнь инвесторы выводят деньги с эфириума. То есть, по большому счету, получается, что кефир прокис за июнь на 257 миллионов. Ну, мне это видится очень просто. Сливки сняты, хомячки подстрижены, и явно будет снова перил, когда все это снова повторится. Ну, естественно, я могу ошибаться, поэтому, если кто-то разбирается лучше или считает, что я не прав, милости прошу в комментариях. По новостям на сегодня все. И, кстати, ребятки, я не знаю, вы там обратили внимание или нет, может быть, кто-то из новеньких нет. На канале появились стримы. Они редко, но, скажем так, метко. Собственно, чаще пока что, я считаю, и не нужно. Не касается оно зачастую игр, хотя иногда мы пытаемся что-то делать вместе с ними, но смысл в том, что они разговорные. Поэтому, если вдруг у вас есть какие-то вопросы, иногда даже не относящиеся к теме проекта, милости прошу. Стримы проводятся, всем всегда рад, всем всегда благодарен. Ну, и еще один моментик такой шкурный, не всем может быть понравится, но адекватным людям, я думаю, зайдет информация. Появилась возможность данный канал, данный проект поддержать. Лайком, комментарием, всем-всем то, что вы делали ранее, это естественно. Ну, и монеткой. Поэтому, если вдруг есть желание, без разницы какая сумма, если вдруг хотите, прошу, ссылочка есть под описанием, под описанием, под видосиком. Если хотите, велкам. Буду только рад и, естественно, буду благодарен. Ну, в этом точно все. С вами был, как всегда, Хьюман. И, как всегда, кайфовой вам игры. До скорой встречи.